Семь с половиной миллионов учащихся российских вузов отметят 25 января Татьянин День, День Российского Студенчества. День Ангела всех православных Татьян приобрел новое содержание, и теперь этот праздник отмечают не только верующие, но и студенты, а святая Татьяна стала считаться покровительницей студенческого братства. В эфире программа «Лицом к лицу» с вами Кристина Песоцкая. Здравствуйте! Прямо сейчас обо всем этом и не только «Лицом к лицу» с директором Муромского института Владимирского госуниверситета, заслуженным работником Высшей школы Российской Федерации, доктором экономических наук, профессором Ниной Чиковской. Нина Владимировна, здравствуйте! Добрый день! Нина Владимировна, расскажите, пожалуйста, какими основными преимуществами обладает Муромский институт Владимирского госуниверситета и о новых направлениях подготовки студентов? Вы знаете, мы идем в ногу со временем. И основное сегодняшнее направление в развитии образования, науки — это знание конкретное, знание, применяемое на практике, а не знание как какая-то совокупность информации. Потому что сегодня настолько велики технические возможности, интернет, что мы можем буквально за несколько секунд получить информацию по любому интересующему нас вопросу. Это, с одной стороны, замечательно, совершенно великолепно, вот такая доступность знания. Но она же в то же время и очень вредна, потому что она получается легко добываема. Сегодня это прочли, завтра это забыли, потому что завтра я нажму эту же кнопку и это же получу. Нам необходимо сегодня, и это главная концепция нового подхода к системе профессионального образования, чтобы не просто уровень информированности, а знание, которое применимо к конкретному практическому действию, к рабочему месту. Мы сегодня, конечно, говорим о том, что базовое образование в нашем институте — это техническое образование. И я счастлива тем, что мы в свое время, в тяжелые 90-е годы, не пошли на то, как поступили очень многие вузы, не говоря о филиалах, чтобы полностью сократить или убрать техническое образование. Мы на это не пошли, хотя были тяжелейшие времена. И сегодня у нас 86% — это технические направления, всевозможные наши машиностроения, радиотехника, информационные системы, химия, новый блок. Поэтому вот эти направления, важнейшие сегодня, они являются и суперактуальными. Как раз в конце года вышла концепция правительства Российской Федерации о развитии образования, высшего образования на 2015-2020 годы, где четко прописано, что в связи, естественно, это и с политической ситуацией, с экономической ситуацией, экономические санкции ориентируют на импортозамещающие технологии, что ориентируют в большей мере на технические, технологические, инженерные направления. Так вот, сегодня можно получить бюджетное, бесплатное образование. У нас 345 мест. Мне порой говорят, а разве у вас есть бесплатные места? Мы государственный университет. У нас 345 бюджетных мест, великолепных. Информатика, технические, радиотехника. Есть немножко на гуманитарном, но маловато, к сожалению. Там больше превалирует платное образование. Поэтому детей надо ориентировать. И пока не поздно. До 1 февраля школы уже сдают заявки. Обязательно на математику, физику, информатику. И они получат химию сегодня для приборов строительного завода. И ребята получат прекрасное ваше дети образование. И, кстати, можно параллельно, если уж такое желание получить семью гуманитария, то ради бога, параллельно, ребята, могут у нас получать второе высшее образование, причем по ускоренной программе, гуманитарное. Спасибо. А каковы перспективы развития МИВЛГО в связи с новыми тенденциями в образовании России и ситуации в стране? Новое развитие, вы знаете, для нас это продолжение нашего движения вперед, это наше традиционное развитие на совмещение, на взаимодействие науки, образования и промышленности. Я 25 лет заместитель, председатель совета директоров, и у нас очень дружный город, очень дружные директора предприятий. У нас всегда главы нашего города, и сегодня Евгений Евгеньевич, он поддерживает вот эту взаимосвязь. И он молодой руководитель, но он видит перспективу, что без молодежи, без студентов, без своих кадров невозможна сегодня работа промышленности в городе. Поэтому два уникальных события произошли в конце минувшего 2014 года, которые меня очень порадовали. Это 28 декабря подписана концепция, принята новая концепция развития высшего и профессионального образования правительством России. И мы, наконец, получили ответ из администрации области. Мы два года работаем на создание новой организационной структуры. Я думаю, муромляне многие знают, и вы не раз были в передаче, наш город близкий нам по духу, по промышленному развитию ковров. Вот КЭМС, вот этот образовательный центр, подготовка кадров на предприятии. Это здорово, я была там несколько раз. И мы создаем сегодня неподобный центр. Мы создаем, я так полагаю, более профильный, более высокого уровня центр. И мы будем готовить в инновационном центре кадры высокотехнологичные для высоких технологий и предприятий нашего города. Мы подписали совместные договоры, соглашения о подготовке кадров, о проведении научных исследований, о разработке новых технологий, в том числе и, естественно, по импортозамещению, с директорами ведущих предприятий. Это РИП, радиозавод, Муромашзавод, приборостроительный завод. Вот основные ведущие крупные предприятия города. И возглавил это наше письмо на администрацию области Евгений Генч, глава города. И, наконец, как раз 29 декабря мы из администрации области получаем письмо на имя главы, на мое имя, что администрация Владимирской области поддерживает идею создания на базе Муромского института инновационного научно-технологического и образовательного центра с привлечением крупнейших промышленных предприятий округа Муром. Сейчас мы разрабатываем более подробно концепцию, дорожную карту и, естественно, источники финансирования, потому что очень серьезные задумки. У нас есть очень серьезные научные школы в области радиотехники, в области зондирования, экологии, зондирования сред. И я думаю, все муромляне помнят историю с Монаковой, с атомной станцией. И наши более чем 30-летние исследования грунтов вместе с Академией наук сыграли важнейшую роль в том, что сегодня, слава богу, эта беда отведена. Карсты, грунты, и мы, и наши ученые, и молодежь, в том числе и асперанты, проводили там серьезнейшие исследования. То есть посмотрите, какие научные серьезные направления. Мы даже будем создавать такие сейчас условия и формы подготовки, что ведущие специалисты будут работать у нас в институте. И ситуация, что вот вышел молодой специалист, и нужен заводу специалист такого профиля, а он не может работать на этом конкретном месте, она будет полностью исчерпана. Сразу же эти ребята и практики, и дипломы, и подготовка именно под конкретное вот это инженерное рабочее место. И мы давно действительно ведем эту линию и открываем даже новые специальности под предприятия. Скажем, для РИПа два года назад мы открыли информационную безопасность специальность, потому что она им важна очень. И приборосстановительный завод, мы знаем, что это взрывчатые вещества, громадная потребность в химиках, химические технологии. И вот мы подготовили кадры, у нас сегодня есть и доценты, и приглашенные доктора наук будут по блокам. И мы готовим уже с этого года специальность химические технологии. А в целом в институте сегодня 36 направлений университетских. И из них, вот как я уже сказала, более 80-85, где-то 86% технические направления. Спасибо. Нина Владимировна, каковы шансы на трудоустройство у ваших выпускников? Если мы готовим на конкретные предприятия, ребята, да, конечно, они уже и трудоустроены. И, кстати, это действительно так. Нина Владимировна, расскажите о духовно-нравственном испытании молодежи. Сегодня нравственные ценности, такие как порядочность, доброта, честность, я уже могу продолжить и дальше, настоящая дружба, любовь, все подменяется каким-то ирзацем. Понимаете, а этот ирзац всегда замешан на каком-то финансовом благополучии, на деньгах. Поэтому получить образование, вы знаете, получить знание и стать прекрасным профессионалом, патриотом, это далеко не одно и то же. Более того, вы знаете, если хороший интеллект, хорошее обладание знанием и низкая нравственность, это страшный человек. Лучше бы он был малообразован, потому что от высокообразованного и безнравственного человека, представляете, какое зло можно получить. Зло в многое-многое-многое степени. И сегодня это как никогда актуально. Потому что вот воспитание нравственности, благородство, даже патриотизма, вы знаете, это где-то на каких-то подмостках. А это важнейшая проблема. И мы это понимаем, и тем более, вместе с высоко нравственным образованием, пониманием, мы проводим всевозможные семинары, мы выигрываем всевозможные гранты по духовно-нравственному воспитанию. Вот поэтому масса мероприятий. Еще раз говорю, мы провели совсем недавно рождественские чтения великолепно. Мы отметили десятилетие нашего храма студенческого, Велияния Лазаревской. И у нас был владыка Нил, великолепную службу провел. Поэтому, вы знаете, Кристина, мы как-то стараемся... Вот одно дело, что не всегда получается все так, как бы нам хотелось, Но мы очень давно и целенаправленно, вы знаете, вот идем вот этим дуальным направлением. И профессиональное, интеллектуальное, и нравственное, духовное. Совокупность вот всех этих направлений и качеств, я думаю, дает возможность Прекрасно развиваться и нашему городу, и жить, и оставаться молодежи в нашем городе. И где родился, там всегда и пригодился. А мы ждем молодежь, ждем в наших прекрасных лабораториях, в инновационном центре, Который у нас уже давно функционирует, а сегодня у него будет новое качество. Я уверена, что наши ребята, абитуриенты, когда к нам придут новые, Они будут точно так же реагировать, как все абитуриенты и первокурсники. Они к нам приходят, а мы и не знали, как же у вас здорово, Как у вас интересно, как у вас современно, И зачем действительно нам куда-то подаваться из родного дома. Спасибо, напомните, пожалуйста, нашим телезрителям, куда они могут обратиться, Если у них возникнут вопросы по тем или иным темам. Нужно позвонить в приемную комиссию, вот, 77-116. И, ради бога, любой вопрос, или найти телефоны, и директора, и заместителя директора, Я сама отвечу на любые вопросы, если это касается организации, скажем, Какой-то подготовительной работы, у нас, кстати, подготовительные курсы великолепные, И физику, математику, и химию мы бесплатно. Нина Владимировна, как будет ВУЗ отмечать Татьянин день? Существуют какие-то традиции? У нас традиции, знаете, свои, во-первых, Потому что, и мы, я всегда шучу, мы Муромский институт, да, ВЛГУ, То есть в составе Владимирского университета. Мы практически, университет, и вот проходил мониторинг дважды, И последние все показатели были университетские, Мы их выполнили и перевыполнили. Поэтому я так шучу, что мы МГУ, сокращая, там, МГУ, Муромский университет государственный. Поэтому, вы знаете, Татьянин день, это главный праздник в МГУ, И там всегда служба с утра, Потому что у них свой храм. Татьяна, мы ученицы Татьяны. И у нас также, мы с утра всегда, у нас служба студенческая, Где приходят студенты, все преподавать, Особенно Татьяны. Татьяны приходят, это их именины. Поэтому в воскресенье у нас будет служба. И дальше будут праздничные мероприятия, Спортивные мероприятия. Инна Владимировна, наше эфирное время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию, Ответили на вопросы, приняли участие в программе. Мне хочется пожелать вам дальнейших успехов в работе, И всего самого доброго. Спасибо большое, Кристина. Мне очень приятно, что вы пригласили. Хочу поздравить всех студентов, всех поколений, И сегодняшних, конечно, самое главное, студентов, Которых я невероятно люблю. Я счастливый человек, потому что, действительно, Это любимая профессия. Это любимая профессия. И молодежь у нас совершенно замечательная. Как бы там порой ее не пытались чуть-чуть принизить, У нас интереснейшая, активнейшая молодежь. Поэтому студентам счастье. Они завершают сессию, Чтобы у всех сессия благополучно закончилась. И хороших всем каникул, отдыха, Набраться сил. И с новым настроением, с новыми силами На следующий семестр. Успехов, всем счастья, благополучия. А я напоминаю, что сегодня лицом к лицу в нашей студии Мы встретились с директором Муромского института Владимирского государственного университета, Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации, Доктором экономических наук, профессором Ниной Чайковской. Наша передача подошла к концу, но я не прощаюсь с вами. Увидимся совсем скоро. Это была программа «Лицом к лицу». Я ее ведущая Кристина Песоцкая. До встречи в эфире.